Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Торговый дом «Европейский». Всё лучшее в одном месте. Стиль жизни определяет качество окружающих нас вещей. В торговом доме «Европейский» вы всегда найдёте эксклюзивные товары, модные коллекции лучших дизайнеров, европейские бренды и качество западных производителей. Торговый дом «Европейский». Всё лучшее в одном месте. Воровского, 43. «Особое мнение» на 101-FM. 13.07 в Кирове. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. Я сегодня замещаю Антонину Тихомирову в связи с её отъездом. Мой собеседник сегодня Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости». Добрый день. Добрый день всем. О чём будем говорить? Олег, будем говорить многое о чём. Список у меня такой. Это рынки, мупы, госзаказы, собаки, которые кусают людей. Проект «Единая Россия». России нужен каждый ребёнок. Извини за переход такой. И то, что интернет пришёл в глубинку, как в Верхнекамском районе знакомят с интернетом пенсионеров. Много чего. Давай начнём с рынков. Это продолжение практически дневного разворота, жаркие премии, в котором сейчас проходили в эфире в течение двух часов. И я хотела повернуть тему в человеческую такую сферу уже, каких-то интересов, потому что Лузянина и Сергея обсудили с разных сторон. Сейчас её ещё будут обсуждать. Тема не закрыта будет достаточно долго. Но вот ушёл практически сейчас на данный момент директор центрального рынка. Когда уходит директор какого-то предприятия, предприятие подвисает, и огромное количество контрактов, людей, рабочие места и проблем всплывают сразу на поверхность. И я уверена, что каждый человек, который связан своей деятельностью с центральным рынком, сейчас находится в состоянии как минимум беспокойства. Вот эта тема пока вообще никак совершенно не освещается. Однозначно она выйдет, и она будет гораздо важнее, на мой взгляд, по-человечески именно и с экономической тоже точки зрения, чем персона самого Сергея Лузянина. Как ты считаешь? Вообще есть даже выкрики уже, ну, я называю выкрики, да, реплики по поводу того, что давайте-ка всё снесём вообще, зачем центральный рынок. У меня есть особое мнение на этот счёт, что центральный рынок в том виде, в котором он сейчас существует, я не вижу его большой нужды в нём. Именно с появлением торговых центров, крупных, да, более удобных и так далее, вещевой центральный рынок становится таким, каким-то раритетом уже, архаичностью, и вряд ли он имеет право на долгое существование. Именно вещевой рынок. С другой стороны, продуктовые рынки, рынки именно для людей, для малого бизнеса, которые хотят донести свой конечный продукт потребителя, да, то, что они производят, а в торговые сети, и тем более сейчас будут, если в федеральные торговые сети преимущественно, зайти бывает крайне сложно, потому что там нужно выдерживать качество, сертификации, сроки, объёмы поставок, дистрибуция, то есть это жутко сложно. Да, поэтому, на мой взгляд, рынок должен просто переформатироваться, может быть, он не должен быть таким гигантским, да, то есть когда... Прошли те времена, когда люди ехали на рынок, потому что не было супермаркетов. Сейчас есть в каждом микрорайоне какой-то супермаркет, люди идут туда, люди покупают там одежду и так далее, но мне кажется, что рынков, вот продуктовых рынков, таких кооперативных рынков, их должно стать больше, они, может быть, должны даже не обязательно работать круглую неделю. Они вообще должны появиться. Они должны появиться, они исчезают, как ни парадоксально, да, то есть у нас таких рынков стационарных остаётся с уходом рынка на Комсомольской два, может, я ошибаюсь, это на Октябрьский рынок и Центральный рынок, да, и некоторые микрорайоны, районы города остаются совсем оголёнными. Ну, есть ещё рынок, который там традиционным почти стал, это рынок на Театральной площади, причём очень многие мои знакомые ходят туда с удовольствием, приобретают продукты, потому что знают, что это вот привезли продукт там из немского района, там из опаринского, не знаю, там из мёда, там из кумён и так далее, и они ходят конкретно вот затовариваться мясом, мёдом, курочками, там чем-то ещё, потому что, ну, им нравится больше. Это, может быть, немножко стоит дороже, чем в супермаркете, чем в большом красивом магазине, да, но это настоящий продукт, и ты точно знаешь, что он произведён именно в том районе, в котором продекларирован. Вот, поэтому я был бы за то, за механизм, когда любой крестьянин, там, вырастив картошечку или, там, заколов сенью, мог беспрепятственно приехать, заплатить небольшую денежку, да, именно небольшую, и продать свой товар на каком-то рынке. Вот такой формат. Я не знаю, что будет с центральным рынком. Действительно, сейчас городская власть как бы схватилась за голову, как быть. Не каждый человек сможет возглавить такое сложное, со всех точек зрения предприятие. Я думаю, что никто не готов сейчас. Оно муниципальное. Есть, опять же, разговоры о том, чтобы его акционировать и сделать, наверное, частным. В этом, может быть, и есть резон, но все-таки муниципальные рынки, они тоже нужны. Они нужны именно для того, чтобы гарантировать доступ, недорогой доступ малому бизнесу, который занимается производством продуктов питания, на кировский рынок. Чтобы не было там перегибов, чтобы не было спекуляций, чтобы человек точно знал, что вот есть такой прайс, он платит просто за место, за электричество, за что-то еще, все остальное дает город, потому что городу тоже выгодно. Выгодно передоставлять это место и давать качественный, хороший продукт жителям города. То есть чисто по себестоимости должно это быть, чтобы расходы покрывало, но и прибыли особой, я думаю, что требовать тогда тоже не надо. То есть здесь главное – это продовольственная безопасность граждан, жителей города. Раз. Второе – это возможность заработать людям, которые хотят и, может быть, чуть-чуть занимаются малым бизнесом на селе. Потому что что произошло на селе – это гигантские хозяйства образуются. Это тоже, наверное, хорошо, да, это низкая себестоимость производства продукции и так далее. Но самозанятости на селе становится с каждым годом все меньше. Коров держать никто не хочет по той простой причине, что самому тебе столько молока не выпить и мясо не съесть. Продать – это достаточно сложно, да, то есть нужно пройти там через пункт забоя и так далее. И стоимость выходит, ну, немаленькая стоимость мяса по сравнению с тем, что в супермаркетах, по сравнению с тем, что могут дать большие хозяйства. С другой стороны, может быть, изменится сознание как раз в сторону местного товаропроизводителя, в сторону качественного, экологически чистого продукта, и тогда люди будут покупать. Вот как раз на рынках, ходить на рынок с большим удовольствием, повыбирать, поторговаться. Это вот определенная культура, которую утратить тоже не хотелось бы. На самом деле она, мне кажется, уже утрачена. И о том, что восстановить, восстановить эту культуру необходимо, мы говорим на протяжении последнего времени, потому что мы говорим о том, что нужно развивать кооперацию, нужно поддерживать село, вообще его восстанавливать, это село, которое у нас практически уже загнулось, да, и производители действительно не знают, где продать свои товары. И тут два варианта. Либо кооперативные магазины какие-то, тоже в муниципальных помещениях, да, должны открываться, либо вот те самые рынки, которые прекрасно, благополучно существуют и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других крупных городах, практически в шаговой доступности в каждом микрорайоне. И они работают не только по выходным дням, это не раз в месяц, как у нас счастливо объявляют наши чиновники, что вот приходите на центральную площадь нашего города, все приедут, и еще будет ярмарка и веселье. Должен быть нормальный рабочий процесс. Здесь смотри, какая разница. Если человек занимается плотно на земле, работает, он каждый день здесь торчать не сможет. Это будет в любом случае какой-то перекуп. Вот. А раз в неделю приехать и выставить свой товар, то, что накопилось за неделю, и продать его, это уже выгодно и интересно. Поэтому я говорю о рынках, о ярмарках вот таких краткосрочных, ярмарках выходного дня, когда и люди тоже посвободнее, и те, кто заинтересован продать свой товар, они тоже там подкопили яиц, грубо говоря, снесушек за неделю, и с этими яйцами, хорошими, с таким оранжевым желтком, пришли их продать. Но вот такая форма, она не решит проблему того же центрального рынка или стационарных рынков, потому что они должны функционировать каждый день. И тогда, если это не вещевой рынок, то что там будет продаваться? Вот я о чём говорю, что, может быть, не нужен такой гигантский рынок, по площади гигантский, да, потому что как вещевой он, ну, пора уже отказываться. Естественным образом, конечно, лучше, когда это происходит, да, лучше, когда ларьки исчезают, потому что у них надобности нет, а не потому что нужно там схему утвердить и там убрать несколько торговых точек. Вот. Но надо разбираться. Не зря сейчас создана рабочая группа, чтобы посмотреть, во-первых, стоимость рабочего места, была ли там супа, аренда или не было, сколько реально мог бы рынок приносить в казну и сколько он приносит сейчас на сегодняшний день, да, потому что 70 тысяч рублей, понятно, что эта цифра такая несерьёзная, но, может, действительно, прибыльность была не очень высока. Может быть, действительно там как бы, ну, поддерживали просто малый бизнес, там давали им возможность заработать себе на карман, прокормить семью и всё. То есть как социальный такой объект, а не как объект получения прибыли. Нам просто интересно, кому сейчас отдадут этот объект, кто за него возьмётся и в какой форме мы будем видеть центральный рынок в ближайшие, может быть, месяцы. Потому что слухи-то ползали давно о том, что что-то нужно там, если помнишь, там Сергей Сергеевич Корнаухов ещё хотел разобраться, но так руки у него не дошли до центрального рынка. То есть этот объект был объектом пристального внимания долгое время, но вот сейчас только Сергей Александрович Солодовников решил за него взяться вплотную, да, и доставил тем самым головную боль большую городским властям. Потому что там был хозяин, сейчас хозяина не стало. Что делать дальше, никто не понимает. Давай посмотрим, если мои прогнозы сбудутся, если всё-таки рынок будет переформатирован в сторону не перекупов, а конечного производителя, или я буду только за и только счастлив. Вряд ли это в короткой перспективе увеличит количество там производителей товара, да, потому что наверняка и крупные холдинги тоже через рынок часть своей продукции сбывали, так или иначе, а не только там частные владельцы подворьей и фермеры, потому что фермеров у нас мало. Но может быть кто-то задумается, что пора бы уже коровку завести и молоко привезти сюда, и это молоко будут покупать с удовольствием, с большой радостью будут постоянные покупатели. Ну, это такая сказка, хочется в это верить. Это такие мечты. Хочется. Я просто посмотрел, как это организовано в Германии, я не с потолка это беру, да, как раз вот эти вот рынки выходного дня, там очень любят люди, они организуются там раз в неделю, два раза в неделю, на каких-то площадках открытых, может быть, даже движение перекрывается, да, и приезжают, реализуют. Это эко-маркты могут быть, да, где как раз-таки экологически чистые продукты. Причем там очень мощное налоговое послабление, там можно продать продукты, которые не будут обложить налоги. Да, но здесь хотя бы таким послаблением могло бы быть там минимальная плата за вход, то есть плата, которая предусматривает вот только компенсацию затрат на организацию, на уборку, на электричество и так далее. И вот сейчас хотелось бы, наверное, чтобы сразу же департамент сельского хозяйства у нас, да, там, кто еще могут быть, сразу подняли руку и сказали, дайте, дайте нам это место, мы сейчас все организуем, нам этого звена как раз не хватало для того, чтобы наладить производство сельхозпродукции. Но пока рук-то не видно, чтобы поднимали руки и произносили речи и предложения. Чтобы это было, все-таки, может быть, не стоит утрачивать муниципальный контроль, потому что если это будет частная контора, то там совершенно другие интересы, там заработать как можно больше прибыли и, может быть, будет сдаваться под другие цели, нежели там реальным производителям. Вот хотелось бы на центральном рынке вот здесь поставить точку, больше его не обсуждать сегодня, а поговорить о других совершенно темах, совершенно вообще других. Детях? Детях, семье, институте брака и семьи, вообще, что происходит, все это я подведу к тому, что Единая Россия строит проект «Россия важен каждый ребенок». Прежде чем мы о нем поговорим, хочу тебе задать вот какой вопрос. Ты наверняка замечал, потому что нельзя не заметить, что политики любого масштаба вообще в любой стране, из тех, что мы называем цивилизованными, естественно, странными, может быть, не мусульманскими странными, никак не сравнивая абсолютно вот это. На всех важных мероприятиях появляются со своими женами иногда и детьми. На важных обязательно еще и с детьми. Это могут быть и политические мероприятия, и благотворительные мероприятия. Но они всегда так поступают, а наши нет. Вот почему? Однозначного ответа у меня нет. Но мне кажется, у нас пока еще профессия государственного политика, она очень опасна с всех точек зрения репутационной и прочей, и, может быть, это такая боязнь. Потому что у нас даже политика, которая передвигается пешком по городу или на велосипеде, или как-то без сопровождения, без охраны, найти сложно. У нас в Кировской области с этим попроще. У нас с мигалками, слава богу, не ездит никто. А в Москве такое просто немыслимо. С другой стороны, наши те же самые политики, уезжая за рубеж, они едут и с семьями, они чувствуют себя более раскованно, им не нужна охрана. То есть у нас какая-то пока еще не выстроена такая система ощущения безопасности. И причем эта система ощущения безопасности... Все время есть какая-то угроза или ощущение, опять же, угрозы. С революцией, да. Ты помнишь же, что последние такие публичные выходы всей семьей наверняка демонстрировал царь Николай, когда выходил публично со своей семьей. Но потом мы еще помним Ленина и Крупского, но это были несколько другие выходы совершенно. И после этого ведь наверняка ты не вспомнишь никого, кто вот так демонстративно показывал бы, что вот я и моя семья, мы все вместе с вами, наши подданные, как говорил царь, наши сограждане, мы живем в этой стране, и вот эта открытость позволяла всем чувствовать действительно единство. Да, но был Михаил Сергеевич Горбачев, которого его жена проводила. Который, да, Раиса Максимовна боготворит. И Раиса Максимовна в данном случае как раз была такой бизнес... Как это? Ну, вумен первого лица, да, которую знали и за рубежом, и она занималась благотворительностью и социальными какими-то проектами. Кстати, супруга Дмитрия Медведева тоже некоторое время там была на свету, да, и тоже вела какие-то несколько социальных проектов, но это было не так активно, и на самом деле не так явно, не так, как это делается за границей. То есть, может быть, действительно нет или утрачена уже какая-то традиция, что жены первых лиц, жены крупных чиновников, они тоже должны присутствовать в политическом истеблишменте, они тоже должны быть на страницах желтой прессы. Они должны быть везде, потому что если мы говорим о том, что мы хотим поднять улучшить демографическую ситуацию в стране, мы хотим, чтобы у нас не было домов, где дети-сироты, мы хотим, чтобы Россия развивалась, мы должны начать, наверное, все-таки с этой самой ячейки общества семьи, да, и как эта ячейка общества организована у первых лиц страны и чиновников, там, не важно, страны, регионы, там, города, никто ведь даже не догадывается, вернее, наоборот, догадываются, но не понимают, как и что происходит. Поэтому все очень декларативно, а образцов для подражания, коими они должны являться, у нас нет. Ну вот смотри, я был на пресс-конференции с Владимиром Владимировичем Путиным в декабре, 20 декабря, перед концом света, декларированным, и как раз ему задали вопрос, как у вас дочки? Он сказал, у них все хорошо, они учатся, или что-то в этом роде, да? Все так говорят. Не раскрывая широко, где чего. Что учатся? Но опять же, вот представь, если в России кто-то узнает, где учатся твои дети, и это может помешать их работе, это может быть какое-то предвзятое отношение и так далее, и ради безопасности, опять же, семьи. То есть безопасность в данном случае играет, на мой взгляд, решающую роль. Безопасность семьи. Да. Здесь вот ключевое словосочетание, о котором ты говоришь. С другой стороны, еще есть один момент, это когда дети получают какое-то образование за границей, да, и тоже там людям высокопоставленным не очень хочется об этом говорить. Вот видишь, сколько много реверансов в эту сторону, да? Для того, чтобы не вызывать социальных возмущений каких-то. Потому что это может быть абсолютно, ну, это считается абсолютно нормально, если ребенок учится за границей, и ты никем не являешься, ну, просто предпринимателем, да. А если ты госслужащий, то это вызывает какой-то определенный интерес. А почему не в России? А почему бы в России такое качество образования? То есть то, что у тебя все хорошо или лучше, чем у других, сразу вызывает негативную реакцию, социальную напряженность. И может повлиять на рейтинги. Может повлиять на твои рейтинги. Видимо, рейтинги во главе угла здесь ставятся. Продолжая тему семьи и брака, согласно данным Росстата, число разводов Российской Федерации составляет половину от числа заключенных браков за 2011-2012 год. Каждый второй брак расторгается. А государство, как мы уже с тобой сказали, борется за повышение демографических показателей в последние годы. Может, как-то не так борется опять же, понимаешь? Или семья не обязательно условия для повышения рождаемости тогда? То есть мы начинаем с чего? Мы знаем, что говорят, возьмите деньги за второго, третьего ребёнка. Возьмите участок земли, опять же, за третьего, четвёртого ребёнка. Возьмите деньги, возьмите что-то материальное, возьмите, и тогда будет всем счастье. Может быть, я ошибаюсь, но я абсолютно согласен с такой трактовкой, что нужно поддерживать рождение второго, третьего, четвёртого ребёнка. Потому что я не знаю случаев, возможно, они и есть, когда человек, у которого много детей, вдруг взял и ушёл из семьи. Всё-таки это уже такой осознанный шаг, то есть это не может быть случайностью, когда у тебя много детей, и ты вдруг решил что-то... А вот вспомни сейчас рекламу, которая идёт, социальная реклама, или множество дискуссий о том, что должно быть много детей, тогда семья будет крепкая. И говорят о детях именно. Начнём с детей, рожайте больше. Счастливые лица показываются. И совершенно нет этой же социальной рекламы, разговоров и обсуждений, где показано два счастливых лица, мужчины и женщины, которые друг друга любят в первую очередь. Как-то всё наоборот у нас получается. Получается сначала яйцо, а потом курица. Есть ещё одна очень страшная, на самом деле, вещь. Мы вот сейчас со всех сторон нам говорят о том, что у нас очень низкая производительность труда. С другого боку совершенно, да, капну. О том, что мы должны больше работать, для того, чтобы больше заработать. Возможно, это и правильно. Но когда мы ставим перед собой вот такие задачи и цели, и у меня вот в последнее время просто... Ну, меня потрясает количество знакомых, опять же, и в Кирове, и в Москве, и везде, которые говорят, у нас сокращение, у нас интенсификация труда. Страшно. Этот человек будет работать там за болтора, за два. Вполне нормально говорят о том, что вот учителя получают немного, потому что они же не берут две ставки, или там две с половиной ставки. А когда они возьмут две с половиной ставки, времени на своих детей, я просто знаю это, на собственном опыте уже не хватает, не хватит. Здесь речь идет не о семье, да. Семья уже превращается в место, где ты приходишь, поспал и пошел дальше зарабатывать деньги. Это ужасно, что происходит с больничными, потому что даже в госучреждениях человеку сложно бывает крайне уйти на больничный с ребенком. Ищут все возможности там бабушек, нянечек, чего-то еще. Но это же ненормально. Это ужасно, когда ребенок просто не видит родителей, а родители ему замещают соцсети, замещают там товарищи, замещают, не знаю, там кружки секций, слава бы Богу, если так, да. А родители он видит только уставшего поздно вечером, а если он еще и употребляет алкоголь, то это вообще, ну какая ценность семьи у ребенка воспитывается. Поэтому давайте-ка, может быть, пересматривать, если мы будем декларировать, что семья для нас наивысшая ценность. Давайте оставлять этой семье место. И чтобы заработать себе на безбедное существование, не обязательно вкалывать с утра до вечера и по выходным. Может быть, есть смысл пересмотреть вот как раз эти показатели, что да, может быть, мы плохо, у нас низкая производительность труда, но она связана не только с тем, что человек мало работает, она связана с тем, что он технически не оснащен или не обучен. Если человека обучить, опять же, я сравниваю с тем, как работают коллеги Норвегии, просто был у них. У них рабочая неделя не как у нас, 40 часов, да, у нас, по-моему. Ой, не знаю. 40 часов, 5 и 8. По закону ты пишешь. У них 37 с половиной часов, то есть они работают на полчаса меньше каждый день. и я не видел, чтобы у них был вот такой вот ажиотаж и я врал все время. Хотя это СМИ, ежедневная газета. Очень все спокойно, размеренно, там никаких... Потому что технически оснащено, потому что технология выверена. Да, а когда у нас людей заставляют работать там, выполнять полторы нормы, две нормы, как на Западе, и при этом не дают технических условий, это значит, что человек должен из своего личного времени выкраивать вот эти вот дополнительные часы. И это жуть. Отнимай их, естественно, у семьи, у детей. И вот в такие семьи, а так живет большинство населения нашей страны, если не сказать все, потому что мы не можем сказать, что люди, которые зарабатывают много денег, владельцы бизнесов, они работают меньше или видят семью чаще. Скорее всего, нет. То же самое. То есть это такая повальная совершенно тенденция. То же самое. Касается каждого человека. Такое ощущение, что нас хотят просто уработать. Да, каждого человека в нашей стране. И при этом еще превратить в репродуктора. И в связи с этим будет... Который еще больше работников произведет на свет. Да, и в связи с этим будет очень интересно, очень интересно вот эта декларация того, что мы сами, наша страна сама справится с тем, чтобы у нас не было сиротства. То есть найдутся множество семей, которые возьмут детей-сирот, потому что что? У них что? Времени больше появится? Вот это мы с тобой обсудим после небольшой рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Торговый дом «Европейский». Все лучшее в одном месте. «Особое мнение» на 101FM. И вот «Единая Россия» заявила, что России важен каждый ребенок. Говорю я Светлану Занько в программе «Особое мнение», которую сегодня высказывает Олег Прохоренко. Главный редактор газеты «Бизнес-новости». Да, главный редактор газеты «Бизнес-новости». Что России важен каждый ребенок. Так называется проект партии «Единая Россия», который на самом деле, о котором было заявлено 17 января еще о запуске проекта сообщили. В нашей прессе информация, я так понимаю, появляется только на этой неделе. Вскользь об этом мы говорили на прошлой неделе с Алексеем Вершининым, который назначен куратором по нашему региону в этом проекте. Поэтому ничего еще не могу сказать, как он, во что он будет выливаться. Но я так понимаю, что проект запустился с благословения Дмитрия Медведева и Павла Астахова и Владимира Путина. В общем, всех тех, кто подписывал закон Димы Яковлева. Ну, Дмитрий Медведев не подписывал, ибо он председатель правительства. Да. Но, по крайней мере, да, это из одной когорты люди, которые принимают решения совместно. Вот сейчас есть понимание, что этот проект будет направлен на то, чтобы мы сами, россияне, сами усыновляли своих детей. Ни одного ребенка на Запад или в любую другую страну. Сами справимся. Как ты считаешь, в свете того, что мы с тобой уже сейчас обсудили? Возможно ли это вообще? Возможно ли это вообще? Что можно для этого сделать? Ну, а политической составляющей, скажем потом. Вот изначально мне не нравится такой посыл, когда мы телегу опять запрягли вперед лошади. Сначала приняли закон Димы Яковлева. Очевидно, его там политическая составляющая, да, в пику акту Магнитского, который принял Конгресс США. Очевидно, что нужно это делать. Очевидно, что отдавать своих детей в другие страны, ну, это значит, что мы изначально признаем себя страной третьего мира. А мы великая держава. Хоть декларативно, но таковой и являемся, да. И если мы хотим действительно быть великой державой, то нам нужно что-то делать с этими детьми. У меня сейчас большие опасения, лишь бы не привело это опять в перегибание палки. Когда там находятся средства там и так далее. И все это такая компанейщина. Откуда они находятся, эти средства? А то, о чем мы с тобой говорили, там, институт семьи укрепить, вот начать как бы с АЗОВ, потому что крепкая семья, многодетная семья, у которой есть средства к существованию. У меня бабушка рассказывала потрясающую историю о том, что в революцию или после революции сразу, в общем, у ее знакомых там была большая семья и глава семьи, он был что-то там почтовый кондуктор, не почтовый, железнодорожный кондуктор или кто-то еще, и он содержал семью, детей, жену, разумеется, еще там, престарелых родителей, и у них еще была гувернантка, потому что тяжело было ей одной, справляться с таким хозяйством, большим домом, на одну зарплату, почтового кондуктора, железнодорожного кондуктора. На сегодняшний день это немыслимо. Но это как бы другой вопрос. Так вот, когда семья крепка, то мысль о том, чтобы взять еще себя там четвертым, пятым ребенком, ребенка из детдома, потому что у тебя есть опыт, ты можешь ему уже многое преподнести. У детей огромный опыт воспитания друг друга, и они его могут социализировать гораздо лучше, чем кто бы то ни был. Это супер, это клево. А вот если мы пойдем по пути, что давайте будем за детей давать деньги, это будет ужасно, это будет жутко. Четко обозначен, коллег. Этот путь обозначен четко. Я абсолютный противник этого. То есть материнский семейный капитал было сделано разумно и мудро. Выделялись средства, которые семья могла использовать хотя бы для погашения части кредита ипотечного, и улучшить свои жилищные условия. Это то, что насущно необходимо. А вот просто заливать деньгами, это я боюсь, что просто пойдут семьи получать, у которых нет этого опыта, которые пойдут больше ради денег все-таки, чем ради того, чтобы дать жизнь этому ребеночку. Кроме того, о чем мы тоже неоднократно говорили, везде говорили, что в США все-таки берут детей с тяжелыми заболеваниями. Зачастую, очень часто. Которыми в России, к сожалению, пока медицина либо не может заниматься, либо занимается, но за очень большие деньги. Вот кто будет таких детей брать? Нет, подожди. Мне вообще непонятно, что за название такое «Россия важен каждый ребенок». Что это будет за проект? Понимаешь? Вот понимаешь, что приводят? Говорят, в России 650 тысяч детей-сирот. Официальные данные. То есть уже глумятся. Численность партии «Единая Россия» по состоянию 23 сентября 2010 года 2 миллиона с чем-то человек. То есть на одного ребенка приходится по 3 члена «Единой России» на тот период времени. И говорят, ну вот возьмите себе по ребенку. Ты представляешь, какой цинизм идет? Раздача детей. То есть мне будет очень любопытно в ближайшее время узнать, как те, кто организовал этот проект, назвал его. Что они собираются сделать? И потом, опять же, почему мы думаем только вот об этом? Раздать детей. Да. Говорить-то нужно о другом. Чтобы новые дети в дома малютки не попадали. Нужны примитивные меры, нужны в первую очередь. Потому что эти дети, пройдет несколько лет, они вырастут, все, можно закрывать дома малюток. А здесь можно раздавать бесконечно. И мы снова возвращаемся именно к вопросу взаимоотношений мужчины и женщины. Не будем другие брать там. Безусловно. И к вопросу каких-то моральных устоев и ценностей. Конечно, государство пытается это делать, договариваясь с церковью и так далее. Но, к сожалению, авторитет церкви все-таки сильно утрачен. Его нужно тоже восполнять для того, чтобы... И причем неважно, будь то мусульманская церковь, будь то православная церковь, буддийская или иудейская. Везде институт семьи стоит превыше всего. В мусульманстве еще более ярко выражен. То есть там никогда не просят заботиться о престарелых родителях. И что-то я очень редко слышу, чтобы мусульманская семья, именно религиозная семья, не с точки зрения национальности, а религиозная семья, когда-то какого-то ребенка отдала. Да они еще заберут у своих родственников. Не дай бог, ребенок остался сиротой. И будут его воспитывать, кормить, и даже вопросом не зададутся. То есть, с одной стороны, нужно мораль воспитывать, с другой стороны, вообще проводить какие-то разъяснительные беседы с женщинами. Мы говорим, что образцов-то нет в этой стране нашей. И уже третье, это нужно действительно материально давать возможность, во-первых, родителям заниматься детьми, то есть, высвобождать их время для занятий детьми и давать им возможность недорого ребенка отдавать куда-то, там, заниматься спортом, культурой, просвещаться и так далее, съездить, сходить в кинотеатр. Ведь чего сделали с музеем динозавров, когда билет входной в котельниче, 100 рублей до котельничей еще нужно добраться. А если в семье 4 или 5 человек, во что это выльется, кто туда поедет? Я бы с удовольствием показал своему ребенку, но когда это стоит таких денег, я, конечно, лучше... Ну, не лучше, мне придется потратить их на еду, там, на коммунальные расходы, а не на динозавров. Хочется надеяться, что вот этот слоган, что России важен каждый ребенок, он касается действительно не только детей-сирот, и не только детдомов. Потому что ситуация в семьях, внутри семьи, в связи с тем, что мы с тобой сегодня уже обсудили, она тоже требует поддержки каждого ребенка, который даже живет там с мамой, с папой, безусловно, однозначно. То есть общая гармонизация. У нас сейчас какой-то полный раздрай, такая деструктивная структура у всего общества, да? Как бывает, знаешь, такая структурированная вода, красивая, и есть совершенно непонятная, хаотичная и какая-то злая. И вот хорошо, что Единая Россия все-таки задумалась над этим. Нет, кто-то должен поднять этот флаг, но я говорю, надо было сделать это сначала. А вопрос, почему только партия это сделала и так продекларировала? Почему это не общегосударственный проект? Секундочку. Так я считаю, что общество должно этим озаботиться. Партия, это уже неправильно. У нас есть великолепный клуб Смородина, если ты знаешь, да? Клуб материнской культуры, который проповедует грудное вскармливание, ношение ребенка в слинги и так далее, и тому подобное. У них есть свои встречи, я просто ездил однажды с ними в Назарово, это там в Орловском районе, игры, обучение мамы как со своим ребенком. То есть вот эта культура, причем там не только мама и папа участвуют, эта культура и единение семьи через такие вот клубы, через общественную организацию, это просто супер. Другое дело, что они не получают достаточного финансирования. Может быть, это им и не надо, но с другой стороны, там занятия некоторые платные. Вот под этот проект «Единая Россия» однозначно же будут выделять какие-то средства? Ой, не уверен. А как они будут выделять? То есть они гранты получают от области, но это гранты, вот есть... Нет, я говорю, «Единая Россия», под свой проект «Россия важен каждый ребенок» будет выделять какие-то средства. Ты имеешь в виду бюджетные средства? Не знаю, а какие они должны быть? Ну, есть еще средства благотворительные средства граждан. То есть партийцы все скинутся и что-то сделают? Ну, у партии есть какой-то кошелек, да? Там большой, маленький, все равно есть членские взносы, и на эти членские взносы можно... Там не нужно много денег. Там нужно, чтобы были поставлены задачи, и под эти задачи нашлись люди активные, интересные. То есть им нужно сейчас обратиться к тем людям, которые уже этим занимаются? Не самим придумывать колесо, а обратиться к тем, кто имеет... Об этом и говорилось, насколько я видел, декларировалось как раз. Давайте посмотрим позитивный опыт в тех регионах, где он есть, и этот позитивный опыт ретранслируем на другие регионы. Это сделать не всегда возможно, потому что менталитет в регионах у людей отличается, уровень достатка отличается. Поэтому и разделили по регионам. Но, тем не менее, можно какие-то общие механизмы найти, если давать деньги, бюджетные деньги, и бюджетные деньги, они всегда исчисляются своей эффективностью расходования, то нужно четко понимать, что мы, выделив такие вот деньги, хотим уменьшить в два раза количество разводов, предположим, или чтобы у нас действительно там на порядок, наполовину уменьшилось количество детей, которые приходят в детдома. Вот чтобы, да, чтобы не обвинять партию, не думали, что я обвиняю партию «Единая Россия» в чем-то, в какой-то папуризме, да? Да, действительно, они пишут, что обращаются ко всем представителям региональной общественности, волонтерским организациям, семьям, которые усыновили, или планируют усыновить детей. И результат будет только в том случае, если эту работу будут осуществлять действительно неравнодушные люди, то, да, это будет, наверное, очень хорошо. И в ближайшие дни, самое главное, это всплывет на поверхность. То есть мы уже буквально на этой неделе услышим, какие первые шаги будут. И будет очень интересно, как на это откликнется, собственно, само население. Ну, вот одной пропаганды, конечно, мало. Да. Здесь нужно что-то делать с устоями, да, и там с работодателями, и с здравоохранением детскими садами. Детские сады, слава богу, сейчас вот уже трехлетки все устроены в детские сады, то есть уже есть результат по этому направлению. У нас спортивная инфраструктура развивается, там спортивные секции, кружки, но есть все равно проблема там, вывести ребенка на соревнования только за свой счет. Но вот мы сейчас с тобой должны завершить... Очень широкая проблема. Да, должны с тобой завершить. Она ведь не случайна. Она не случайна, мы обязательно с тобой продолжим, только, знаешь, наверное, продолжим. Извини, что я тебя прямо так прерываю, потому что время совершенно закончилось. Не зря я начала свой разговор с закрытости наших первых лиц, государства, регионов и городов, с закрытости их семейной жизни. Потому что, мне кажется, пока вот эта закрытость будет существовать у них, они не смогут нормально общаться со всеми остальными. Совершенно согласен с тобой. Не будет яркого примера для подражания. Непонимания не будет. То есть нужен пример, когда человек уважаемый говорит, что вот я со своей семьей провожу столько времени, мы с детьми, я их люблю, мы занимаемся тем-то и тем-то, я их учу. Для меня всегда очень большой наградой являются те персоны, с которыми я разговариваю, которые занимаются своими детьми, будучи предпринимателями. Они, как правило, у нас предприниматели или там чиновники в газете, в бизнес-новостях. И когда я узнаю, что человек читает своему ребенку книги, занимается, играет сам, лично, несмотря на то, что он супер занят, я просто к таким человекам с низким поклоном отношусь. И дай бог, чтобы этих примеров было больше. Мы готовы о них даже рассказать. Замечательно. Спасибо. Это был Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости». Я, Светлана Занькова. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания. Особое мнение на 101FM